всех приветствую с вами я веган христолюб на своем сегодня такое вот видео два дня равно две тысячи лет это видео записано в рамках такого мини мини плейлиста мини собраница из видео о том что один день тезис которым один день равно 1000 лет у бога один день это как на небе как тысячи лет у людей на земле в рамках этого видео я вам настоятельно рекомендую потому что я записываю последовательно посмотреть сначала 7000 лет вечности ну так на значках название немножко другие и 7000 лет человечества чуть-чуть они отличаются чисто по названию и все вы их найдете на моем сайте ссылку дам в описании это 7000 тысячелетия человечества ну прямую ссылку дам в описании к этому ролику если забуду напишите мне в комментариях чтобы я и поделился здесь я все собираю здесь и видео найдете и все тексты которые я для вас зачитываю о чем речь еще раз пойдет то есть в рамках вот этого тезиса до известного кому-то малоизвестным в библии есть два места следующих псалом 89 5 стих ибо перед очами твоими тысячи лет как день вчерашний и второе послание петра одно не то должно сокрыто от вас быть возлюбленной что у господа один день как тысяч лет и тысячи лет как один день благодаря этому хотите откровению этим познанием знанием которые нам даны с вам с вами тем кто христиане кто читает библию изучает ее погружаются в нее мы с вами понимаем всю историю человечества и несмотря на то что вот я для вас показываю такую иллюстрацию да я сразу оговорюсь что я не пользуюсь не еврейскими там календарями там запоздавшими извращенными кто знает там который извратили суть говорят там что-то подменили не славянскими каким еще даже несмотря на то что можно сколько угодно спорить о том сколько было тысяч лет дорожества христово хотя я верю исповедую проповедую что это было четыре тысячи лет со времен но я со времен адама и его до второго пришествия иисуса христа а после него уж безусловно все признают что само лето и член идет от рождества христов то есть прошло у нас с вами две тысячи лет это очень важно понимать это к тому что я знаете неважно говорю сколько дом все места которые мы с вами разбираем ветхом новом завете сегодня мы с вами с ними познакомимся они прямо говорят они не говорят на шестой день дальше и мы считаем как шесть тысячелетий от начала сотворения мира до человека там вся сказано на третий день на третий день вообще суть ролика показать что воскресение христа второе пришествие иисуса христа будет у нас с вами вот в этой точке эта точка ну это образно а конечно на самом деле . это вот это какая-то мы с вами точно пока не знаем но это начало третьего тысячелетия то есть когда закончилась два тысячелетия это образ двух лет двух двух дней у бога или двух тысяч лет у людей проповеди евангелие проповеди христианства проповеди истины иисус приходит когда в начале третьего тысячелетия откуда мы это узнаем вот из этих текстов и узнаем мы точно как бы не знаем года а может и знаем об этом будет следующем видео но мы точно с вами видим что это происходит в начале третьего тысячелетия я вам чисто человеческим языком скажу скажу такие вещи вы все знаете как мы выражаемся даже людям когда мы сейчас с вами в библии будем читать на третий день или в третий день мы с вами знает даже как мы до сих пор выражаемся который часто грижда 2 час и 2 часто уже говоришь когда грубо говоря первая минута то есть второй час у людей даже в словах выражаемся какой-то 2 час 3 часа до мы выражаемся когда грубая перевалил то есть час прошел отрезок первая же минута первая секунда нового часа это уже другой час также второй час пошел первый закончился все у него вот грань есть то есть час шел 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 и он закончился только начался второй час всем игре второй час третий час хотя конечно мы говорим с вами и когда пять минут второго мы хрен до второй час да мы выражаясь хотим как бы приблизить это время на самом деле но она не при от этого не приближается да поэтому человек может сказать и когда четверть второго он может сказать что четверть до 15 минут вот но мы обычно 2 час уже что мы как бы он только начинается и мы говорим до 2 час уже 3 5 когда там с работы в 5 уходишь сколько там время так же до 5 час уже надо собираться поезды в 5 уходишь но 5 час пошел это 4 часа там одна минута или 2 минуты уже пятый час до 5 час уже будем собираться сейчас пошел хотя то час только начался 5 ну ты лишь пятый час и кажется то как будто пятый час приблизил он уже закончится не это он только начался это важно понимать поэтому мы ожидаем христа в третьем третьего дня в начале третьего дня после кончины второго тысячелетия это очень важно еще раз скажу просто вот в этих предыдущих видео я говорил три места показывал которые сегодня упущу поэтому если вы хотите разобраться вот эти два видео 7000 лет вечности и 7000 лет человечества посмотрите прямо одно более сложное это евангелие от ана первая глава там прям такой сильный образ просто без слов там есть но надо складывать немножко да кто знает кто уже смотрел это увидит вот и два месяца которые уже просто показывая тоже показывать не буду я их просто пропущу я их кратко скажу чтобы отослать просто или кто-то сам захочет преследовать но уже промолчу говорить ничего не буду потому что два видео уже записано сегодня так уже третье видео по этой теме да ну и давайте мы с вами к этому перейдем я их решил собирать в принципе как это логично как я люблю вы знаете последовательно поэтому начнем светлого завета чем с исхода это в принципе у нас вторая книга библии ее называют второй книги пяти книжей моисеев хотя это не совсем верно но не суть важно я буду очень кратко я буду вам показывать лишь вырванные стихи вы сами можете обратиться своими словами я буду давать контекст вы можете обратиться почитать если вы разбираетесь контекст я всегда естественно отсылаю всех на мой канал христолюб чтение библии иных писаний где вы целиком можете вместе со мной по моим по моим по моим текстам на моем сайте авторском христианском сайте проследить и прочитать вместе со мной всю библию целиком с моими комментариями там вы много для себя чего откроете но я в рамках сегодняшнего то есть еще раз тезис мы с вами изучаем когда же придет иисус приняв принцип что тысячу один день в библии когда говорится об одном дне это символ нам говорится о тысячи лет на земле да очень важно когда мы в символ в прообразах смара рассматривайте реальные события которые происходили описано библину мы с вами их проецируем на последнее время девятнадцатая глава исхода 10 11 вы помните там где израильский народ пройдя пустыню там бог является моисею на горе что же там происходит и сказал господь моисею пойди к народу и освети его сегодня и завтра сегодня и завтра пусть вымует одежды свои убили эти одежды свои я думаю вам надо все это комментировать или уже сами все поняли раз день сегодня скажи конечно же моисей здесь мы проецируем на новый завет если в курсе в принципе последним временем в широком понимании называется все от пришествия христа первого до 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 великого суда это все может сказать последним временем до называется ну или хотите до второго пришествия хотя бы от первого до 2 а вы помните ну а кратко книга откровения называется о последних временах книга а поскольку имена книга даниила все пророчества все сны все видение даниила не о последних временах moderех а в книге откровении апокалипсисе какого в народе называют да вот но вы помните что опусталы говорили и вообще когда об исусе а первом пришествие верхом завете очень часто говорит что в последнее время придет христос там о первом говорилось вот это очень важно понимать ну конечно когда мы с вами читаем сейчас это место в исходе мы сразу проецируясь нам хочется узнать откровение о втором пришествии мы сразу естественно в лице моисея видим кого ну если хотите всех христиан самого иисуса всех христиан то есть его учеником последовавшим за ним его путем по стопам его любя все божье творение вокруг себя природу животных людей духов конечно же образ моисея этого образа иисуса два дня сегодня и завтра это проповедь до 2000-летняя проповедь христианство на земле тем кому он проповедует что должны сделать вымыть свои одежды покаяться сотворить плоды достойные покаяния это очень важно чтобы быть готовыми снять грязную одежду еще недостаточно покаяться не достаточно нужно сотворить плоды достойные покаяния раскается в ненависть ненависти и начать любить был труппажором отрекся стал веганом из любви к животным гадил вокруг себя перестал стал заботиться о природе творил зло против людей перестал стал творить добро думал что там даже дьявол пусть мучается на веки мучные веках покаялся и понимаешь что когда-нибудь единица светлый ангел не спавший нас за самое дно ада когда-нибудь оттуда выйдет все равно творишь плоды достойные покаяния любят даже самого дьявола желая ему покаяния ибо бог не хочет смерти грешника на чтоб покаялся и жив был это очень важно как написано в откровении как павел писал как иисус говорил смотри чтобы совлекшись как павел писал этой тленной природы не оказаться тебе на гимн недостаточно снять грязную одежду нужно ее выстирать и одеть обратно чтобы не явилась срамота наготы моей это очень важно не забывайте об этом чтобы быть готовыми к третьему дню к третьему значки его началу два дня с утра свадьба два дня готовишься с утра пирушка с утра встреча с утра дело не считает что мы спим там до утра сумма там уже 8 10 часов прошло кто-то 6 часов спит конечно же подразумевается начало третьего дня ибо в третий день сойдет господь пред глазами всего народа на гору синай конечно же гору гору синай мы читаем как гору елеонскую с которой иисус и вознесся на которой ангелы сразившими ртами ученикам сказали что каким образом сошел ушел таким и вернется на то же самое место читая все это кого есть еще какие-то мысли о том что мы с вами я иногда так случайно выражаю что в последнее время верю в образно что мы в большом понимании на самом деле если относительно книги откровения или так называемого пока леса апокалипсиса понимать что мы с вами живем при дверях об этом я сейчас на своем канале много говорю то меня давно последовательно смотрит то все понимает и видит мы с вами при дверях вот все события нам сейчас об этом говорят если они будут сбываться так как по книге откровений пока мы видим только листочки когда увидим цветочки и плоды тогда поймем что близко лето да это очень важно понять еще раз прочитаю теперь для вас все как бы пояснив еще раз а там сами уже вникайте в общем куда еще понятнее да пойди к народу моему объяви и освети его сегодня и завтра в течение двух дней я дополняю да пусть вы моют одежды свои чтобы быть готовыми чтобы быть готовыми еще раз обращу внимание не готовы себе уголь и на голову соберут к третьему дню искал бодрствуйте к третьему дню и в третий день в третий в начале 3 сходите к третьему дню готовы в третий день в третий день не в конце третьего это всегда говорится начали какое время третий час это 201 все-таки что третий час уже запомните это в третий день сойдет господь пред глазами всего народа на гору синай следующее место пророк оси великолепная книга всем тоже рекомендую в полноценном прочтение от начала до конца на своем канале вместе со мной можете это сделать 6 глава с 1 по 3 стих более того я вам сразу скажу все места которые прочитал я вам рекомендую взять и прочитать хотя бы не все может быть целиком исход я сейчас не то что там и рис хотите пожалуйста ко всей библии христианин должен знать всю библию но от оси я не буду обращаться но я конечно знаю там весь контекст я вам советую вот эту хотя бы взять и побольше прочитать хотя бы туда-сюда по главе я даже так образно говоря по главе что вы найдете для себя вы увидите что там порой вот я про тысячу лет у петра говорю там да я вам сразу скажу вот про эту тысячу лет где вот я забыл об этом не тоже забыл я и говорю иногда забываю да ибо перед очами твоим 1000 как один день день вчерашний псалом 8 9 прочтите вот целиком он маленький вы увидите что это не просто так эта фраза вырвана тоже из контекста что мы можем себе позволить и должны позволить на самом деле понимать что у бога один день как тысячи лет на земле что-то все места писания именно так понимаются и у петра 2 послание она же посвящена последним временам там именно оттуда то стих вырван но тут по контексту и так понятно просто я тоже всего 1 8 стих показано для кратности одно не то должно быть сокрыто от вас возлюбленный что у господа один день как тысяч лет там вопрос по и петр поднимает на уже возмущение в церкви что вот и тыкань язычников где ваш господь когда он придет вот уже сколько и более того это не то что там и в те времена поднимались как и павел говорил что уже воскресенье христа отвергали в коринской церкви на раз два три да но естественно там петр вообще говорит что в последнее время так буду говорить где там ваш христос только лет отцы живут наши две тысячи лет уже живем где тут ваше обетование то во втором пришествии христа то вруны вы лгуны и он гать не соблазняйтесь не должно бы это не сокрыто от вас вот я открываю у господа один день как ты след очень-очень важный показательно что действительно это не просто к чему-то применяется вот это вот прочтение что один день как тысячи лет из писания это прямо у петра последних временах это очень и и псалом прочтите он прям вот там я не буду вам все рассказывать если мне нет такой цели чтобы ролик раздувать сами прочтите удивитесь просто насколько там тоже прям много чего цепляет и вот эти места которые я вам показываю тоже из писания возьмите хоть по голове туда-сюда и просто прочтите аж я сейчас тоже не могу все упомнить где там что интересненького но сам-то я все знаю и когда особенно изучаю готовлюсь тоже я вижу но невозможно во всем ролике все объять да уж хочется и кто меня знает для меня вообще формат час это минимум я и так стараюсь сейчас как-то покам пахни немножко да вот читаем мостью 6 глава с 1 по 3 стих в скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить пойдем и возвратимся к господу ибо он уязвил и он исцелит нас поразил и перевяжет наши раны оживит нас внимание через два дня в третий день восставит нас и мы будем жить пред лицом его и так познаем будем стремиться я вот специально смотрите я мог тоже один стих я вам специально чуть чуть побольше вырвался в затравочку сделать пожалуйста прочитайте побольше после моих этих видео можете на паузу ставить это насколько важно я увидит построение моих роликов я всегда говорю не важно о последних временах о чем бы я не говорил казалось бы даже отдаленных видео всегда стараюсь не забыть и хотя нет редко мне кажется получается за свидетельствовать об истине о любви о святости в любви очень важно это вы увидите у всех посланий я у них учился я учился у апостолов конечно я учился из евангелия из христа который рассказал свою апокалиптическую речь когда ответил ученикам на вопрос а что же будет в последнее время каковы признаки твоего второго пришествия что она в конце сказал это все хорошо я все рассказал все отлично аминь но главное бодрствуйте бодрствуйте и заметьте это везде идет горе проповеднику да пусть любом простому христианину который не может ближнему своему засвидетельствовать правду о чем бы вы не сказали заметьте это все совокуплено никогда не отрезайте хоть как протестанты да не православные католики все хороши старайтесь всегда в своей жизни вот так вот вкраплять все это вот смотрите как здесь здесь не просто вот там пригод как не просто быть к третьему дню после двух готов надо вымыть свои одежды покаяться то же самым другими словами как я как евангелий сказал покаяться створить плоды достойным покоение то же самое вымыть свои одежды вымыть невозможных не сняв снял как сускал невозможно в полный сосуд в вихе в старые сосуды мешки из-под вина налить вино новое вино нового на лет в новый так и здесь снять сначала снять ты не выстроишь на себе нормально никогда одежду в древность там еще об камни на речке и калашмате ли до тёрли до снимаешь себя полностью очищаешься и полностью его мышь сам моешься одежду свой хорошо стираешь и одеваешь и это очень важно здесь заметьте везде так и руголь горе проповеднику который не учится у иисуса древних пророков апостолов нового завета как надо проповедовать и так познаем будем стремиться познать господа это вам не протестантизм спасен по вере или православное скота православие с католиками где под полотенчиком у попика крокодилию слезу пролил и пошел дальше грешить нет будем стремиться познать господа стремиться все свои усилия полагать к этому как утренняя заря явление его и он придет к нам как дождь как поздний дождь росит землю но что такое познание господа не надо вам цитировать иван первое послание апостола и она любящий знает бога не любящий не познал бога потому что бог есть любовь очень важно знает бога тот кто любит не любящий не познал бога любящий знает бога и по бог есть любовь познать бога можно только любя по-другомуillas Бог не вера Бог ни в кого не верит Бог просто есть и он есть это любовь он моисею так сказал я просто есть мне существую я любовь да я просто есть любовь я не верю я ни в кого не верю но не верит него от рай не в иисуса христа он есть бог любовь иисус христос он просто существует и он такой и он свободен очень важно ну давайте еще раз теперь об этом да то есть мы с вами видим как до в исходе мы не видим там о воскресении мертвых но мы видим что в начале третьего дня сойдет господь благодаря новому завету муж точно знаем что все это событие одного порядка второе пришествие иисуса христа восхищение невесты на встречу своему жениху собрание всех в израильской земле где господь и распят естественно воскресший или а кто же жившие изменились изменившейся плотью и там царство с ним тысячу лет будучи уже другими естественно приняв судилище христова за свои какие-то добрые злые дела все христиане будут конечно тоже осуждаться у каждого будет разная слава это будет ощущаться это будет видно в дарах во внешности и прочие вещи так что не забывайте о совершенстве о котором призывал иисус жизнь и учения иисуса христа его евангелие о совершенстве человека в любви во все вот к всему его творению это очень важно ну и теперь о воскрешении конечно воскрешение казалось бы иисус много говорил да мы все это знаем с вами второе пришествие но все таки мы с вами читаем избавим это пророка ветхого завета в скорби своей они с утра будут искать меня и говорить пойдем возвратимся к господу это ибо он из уязвил он исцелит нас поразил и перевяжет наши раны оживит нас через два дня в третий день восставит нас и мы будем жить перед лицом его в библия всегда переполнена и она вообще практически написано языком параллелизма таких фраз и причем иисус естественно точно также выражался оживит нас через два дня и в третий день восставит нас это одно и то же через два дня то есть два дня все закончились и оживляет в третий день в начале третьего в первой минуте третьего дня он нас восставит восставит оживит мы видим 7 синонимичные слова очень важно ну и здесь формула работает я вам частей привожу какая существует в математике в природе в божьем бытие в котором бог всячески во всем присутствует если а равно б а б равно c то равно c оживит и восставит это б а через два дня и третий день это айца значит а равно c это одно и то же событие об одном то два раза сказано прям через запятую это язык библии он всегда такой ветхий совет но запереполнен такими вот выражением и будем жить перед лицом его иисус будет снова со своими учениками тысячу лет на земле следующее место евангелиана с 1 по 39 стих я лишь кратком скажу еще раз отошлю вас к ролику 7000 лет человечества он будет вот все будет на этой странице и буду вставлять сейчас еще нет уж я еще не загрузил я его только до этого ролика вот записал это пишу следующее все они здесь будут вы их найдете ну и на сайте на youtube канале конечно тоже все найдете и если что-то не можете найти пишите в комментариях всегда вы всегда дам прямую ссылку просто пишите каком времени о чем я говорю чтобы я переслушал и дал вам я кратко просто пройдусь там я более подробно все показывал здесь я кратко покажу да на другой день ведь ты она идущего к нему иисуса горит вот огнец божий первое тысячелетие проповеди христианства на другой день опять стояла иоанн и двое из учеников его и увидел идущего иисуса сказал вот огнец божий два дня проповеди христианство на земле услышав от него эти слова оба ученика пошли за иисусом иисус же обратившись и увидев их идущий говорит что вам надо бы на они сказали муравий что значит учитель где живешь говорит им пойдите увидите пойти надо они пошли увидели где он живет и пробовали у него день тот прямое свидетельство о тысячелетнем царстве иисуса христа после двух тысяч лет проповеди христианство на земле следующее место иисус сказал им в ответ разрушьте храм этот я в 3 в 3 дня воздвигну его в 3 дня значит на 3 на третий день он будет готов естественно иисус говорил не об этом капище соломона она ему даром не нужно было по евангелию мы знаем что там ученики грида когда применим это к первому пришествии иисуса христа ученики поняли как и он пишет в том же евангелие что когда он воскрес они поняли что он им говорил тогда я вспоминаю тот случай а это вторая глава это начало евангелия да иисус в храме там устраивает дебош разгоняя всех торгашей которые сделали даже это место это капище соломона якобы для бога построен даже из него сделали просто пещеру разбойников да он будет разрушить и я в три дня воздвигну его и ангел ты мы поняли потом потом через года еще когда со христом сколько уходили потом когда его арестовали неправедно осудили два раза может хоть казнили за одно и то же деяние бичеванием потом распятием на кресте убив через это но иисус воскрес вознесся и что после этого только и ангет мы поняли что он говорил нам о храме тела своего конечно же а храм тела кто его еще есть так потом говорить церковь церковь храм бога живого уж этими словами этими образами весь потом новый завет апостолов его прямых первых учеников просто переполнены поэтому естественно применяя к ко втором пришествии мы читаем как что храм этот который дай будут кто только не пытаться будет церковь разрушена врата да не одолеет ее естественно в третий день вас я в три дня воздвигну ее на третий день все это свершится еще один образ что воскрешение будет в начале третьем тысячелетия про самарянку я тоже пропущу потому что вот в этом ролике 7000 лет вечности первый который записал из этой серии я об этом говорил я просто их зачитаю и потому когда пришли к нему самаряне то просили его пробыть у них там два дня кто хочет его более подробно обратите к тем видео я в этом уже конечно же все это пропущу это все по евангелия то она у нас идет 11 глава воскрешение лазаря когда же услышал что он болен то пробыл два дня на том месте где находился это символ того что это все символ 2000 лет христианства из этих вам может стихов вырванных не совсем понятно говорю когда посмотрите мои предыдущие видео все он станет я думаю понятно обращу внимание на то на что я не обратил внимание в предыдущем вот в том видео 7000 лет вечности если вы со мной прочитаете целиком евангелие от она на моем канале с моими комментариями вы увидите я там буду одну ниточку тянуть а это мне одно обычно очень много разных тем показываю на протяжении всего прочтения которые видятся вот так вот в объеме с высока птичьего полетки как говорю орлиным взглядом ибо орел летает выше всех и все видит я показывал что евангелие от она так удивительно написано если мы читаем любой из синоптических евангелий матфея марка луки и она мы видим очень много чудес и которые творит иисус то если вы обратите я не помню как бог мне это на сердце положил что евангелие от она на моих текстах в моих текстах в текстах библии евангелия части она на моем сайте вы там увидите у меня там есть пометочки всего этого вы увидите да я вам сейчас вот открою и прямо покажу вы увидите что до своего до прощального ужина иисуса с учениками и до его ну вот этого всего ареста он творит всего семь чудес евангелист и она показывает они глубокий смысл имеет причем первое из них это брачный пир первое знамение на моих текстах вы так увидите такие пометочки я серым текстом делаю это превращение воды в вино это очень глубокий смысл что доходит в концовке все это до седьмого я так называю знамения там они они в общем-то так и в некоторых местах и назван это воскрешение лазаря если вы узнаете какие 7 там исцеление слепорожденного вы увидите как все это говорит о неких таких глубоких духовных смыслах тоже если их последовательно так друг за дружкой даже на листочке выписать какие он совершил вы увидите там глубокий смысл прочтение всего евангелия всей истории тоже и нового завета и человечества там тоже есть глубокий смысл и поэтому я просто обращаю внимание опять что воскрешение лазаря это седьмое знамение это седьмое ты начало седьмого тысячелетия поэтому если мы с вами обращаемся как всегда к этой схеме к нашей временной шкале человеческой жизни то такие цифры как семь тоже очень важно шестое седьмое тысячелетие это тоже показатель да когда все это происходит то есть лазарь воскрешается на седьмом седьмым знаменем то есть опять раз два три четыре тысячи людей прожили пятое тысячелетие ты современное тысячелетие второе тысячелетие нашей эры это 6 тысяч от сотворения мира седьмое естественное тысячелетие это тысячелетие царство со христом и вот седьмое знамение в начале то знамени конечно же воскресенье седьмое тысячелетие открывается воскресеньем ну там лазарь образ церкви конечно же это очень важно чтобы вы это понимали ну естественно само воскресенье иисуса христа в первый же день недели очень рано неся приготовленные ароматы пришли они ко гробу и вместе с ним с ними некоторые другие и нашли камень от отваленным от гроба и войдя не нашли тело господа иисуса когда же недоумевание недоумевали они что а то вдруг предстали пред ним два мужа в одеждах блистающих и когда они были страхи наклонили лица их земле сказали что вы ищете живого между мертвыми его не здесь он воскрес вспомнить как он говорил вам когда был еще в галилее сказывая сказывая что сыну человеческому надлежит быть преданным в руки человеков грешников и быть распятанным и в третий день воскреснуть еще раз в этом месте то есть заканчиваем с вами сегодня очень очень все так гармонично выстроено я надеюсь вам понравилось на этом мы как бы заканчиваем то есть сам седьмой день да вот это место это лука евангелие от луки 24 глава заканчивается она этой главой с первого по седьмой стих заметьте в первый день очень рано первый день по еврейски это был у них была последний день суббота на день господу который первый день недели современная христианская так назовем потому что все живут по христианскому летоисчислений от рождества христово что у нас как у нас теперь седьмой день я помню удивился вы знаете вот честно я сам жизни конечно же до того как я стал христианином более 13 лет назад я вообще не задумался никогда почему воскресенье названо воскресенье вот это удивительно живем в христианском мире такие вот я же не не родители не не верующие как они говорят никто не друзья я никогда в жизни не думал что воскресенье означает воскрешение из мертвых воскресенье человека ну когда-то иисус христа за ним потом и всех христиан это удивительно а ведь это седьмой день недели седьмое тысячелетие начал тысячелетия воскресенье когда начинается в 00 часов 00 минут 01 секунду ну или там вообще микросекунды началось воскресенье воскресенье в начале в первый день очень рано воскресенье очень рано какие еще нужны нам доказательства что господь воскреснет в начале седьмого тысячелетия чтобы мы правильно понимали как видите в одном месте нам два раза сказано при двух или трех свидетельств свидетелях истины всякое слово в третий день воскреснуть два дня христа в огробе символизирует два дня давайте я еще раз картинки у меня тоже все эти вы сможете отдельность кому-то интересно любые все все можно у меня сайт конечно же качать никаких у меня к этому нет претензий на оборот я только рад и счастлив буду да то есть еще раз мы все время видим эти два дня и на третий день или или на седьмой день третий день седьмой день седьмой час это 6 часов 00 одна секунда 00 там минут одна секунда это это шестой это седьмой седьмой час это шесть часов 00 минут 01 секунда седьмой день значит закончился 6 00 часов 00 минут одна секунда это седьмой день поэтому в первый день недели или в седьмой день по современному христианскому летоисчислению это воскресенье на третий день от от того что два дня был во гробе это две тысячи лет христос христа нет на земле люди тут предоставлены сами себе но вы естественно дух святой еще есть на христианах вот ну а по плоти сами себе предоставлены на третий день иисус воскрес какие еще нужны доказательства что мы с вами живем при дверях вот вот иисус грядет мы с вами конечно же я утверждаю это по сей день утверждают до тех пор когда вы не увидите те те признаки о которых я все говорю при последовательном чтении книги откровения все ролики можете найти у меня на канале что когда там начнет все сбываться там там колоссального масштаба цифры тех ужасов которые будет происходить я об этом много говорил говорю еще буду говорить что величина скорбей последнего времени она не в качестве не 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 в тяжести скорби а в количестве это очень важно тоже понимать не путать это не значит что люди как-то начнут больше страдать чем не страдали раньше от какой болячки язвы или от убийства одних людей другими разными способами люди уже давно изобрели все только какие только возможные способы причинять друг другу боли страдания лечь просто это о количестве величина скорби последнего времени всех событий будет лишь в масштабе просто в нереальном масштабе последнем времени и как сказал что если он не сократит те дни не вмешается то не не уцелеет никакая плоть люди докатятся до такого безумия что будут способны уничтожить уже мы способны уничтожить планету и сами себя как говорят вообще рот человек вообще вообще планета вообще все живое на земле включая себя самих это очень важно так что вот так вот но живем мы по ходу при дверях потому что у нас с вами сегодня второе я записываю ролик ноября 2022 года все очень очень похожи мы с вами прям вот в начале третьего тысячелетия рано утром седьмого дня седьмого тысячелетия вот такое вот видео дальше проанонсирую вам две седмицы две седмины почитайте это уже к последним временам ну и про тысячелетнее царство тоже я еще отдельно хочу записать один день и тысячу лет тоже очень важное видео очень интересно по поводу самого дня пришествий сус христа тоже есть видео вы найдете на моем канале так и загуглив но значок у него будет вот такой у меня есть предполагаемая дата второго пришествия с христа так что так на этом я все всем спасибо за внимание всех по-братски обнимаю крепко нежно целую всем желаю бодрствовать чтобы не оказаться ногими в грязных одеждах что одно и то же бодрствуйте любите все божье творение природу животных духов и человек а Продолжение следует...